и опять здравствуйте варю спагетти обжарила кусочек колбасы не досмотрела видите как я зажарила и поставила чайник воды напилась все варю спагетти думала думала что это мне сегодня сделать себе у меня много сыра это моцарелла я его покупала натирала для чтобы завернуть с колбаской с этим с майонезиком и вот у меня это осталось и я решила думаю я сварю макарошки и засыплю сыром но потом мне что-то захотелось кусочек колбасы еще вот макароны варится вы не думайте что это грязная кастрюлька это я посыпала вкусной солью а также вот эти вот все пряности все все травки они почему-то вода закипела и вся эта соль вся вот эта вот травка оказалась на стенках кастрюльки так что вот все это варится сейчас я поставлю себя сюда достала лимон давно давно купленный я про него совершенно забыла я решила что надо попить чаю с лимончиком а чай у меня вот такой вот девочки вот такой вот я думала почему это он у меня не черный когда я его завариваю оказывается ариша прочла и говорит оон и и не должен быть черный он какой-то другой где она нашла где она вычитала здесь с манго то лун какой-то вот но какой есть такое такое пью достала финики я вот так вот когда вы мне сказали их надо мыть но я когда немножко вот беру себе так они вот лежат просто вот так в пакете я потом беру немножко сколько я съем и мою под краном помидорку взяла не там их много но я думаю что мне тут наверно больше тут и не нужно будет вот так у меня получилось некрасиво конечно смотрится спагетти потому что сверху насыпала сыра на горячее он растаял получилась вот такая вот некрасивая масса ну уж ну уж не пишите гадости зато вкусно будет сейчас я уже залила чай заварку смысле задела сейчас я порежу туда лимончика девочки лимону наверно месяц такой хороший лимон вот я покупала на этом на складе такой хороший и так сохранился я все посмотрю смотрю думаю не портится пусть пусть пока полежит не хочу сейчас ой запахло так вкусно ой как вкусно запах тоже порезать сначала хотела помидорку порезать вместе с луком залить подсолнечным маслом девочки но я так устала так жарко в огороде это невозможно я поработала два часа я убрала эти вот эти вот в юны которые я вчера оборвала собрала 4 мешка занесла их ближе к этому самому к этому к забору и потом решила что мне надо пойти помыться потому что я уже все я уже не я уже никакая не никакая так ну что что-то я последнее время все время с вами ем это самое значит чувствую что у меня уже нету сил нету сил не не физически а вот от того что очень жарко сколько сейчас градусов я посмотрю девочки сейчас я посмотрю здесь у меня еще солнца нету 30-30 в тенечке тенечке 30 градусов я сегодня перед вами с новой прической просто волосы я не собиралась мыть вот и надо было как-то их убрать челки тоже нету потому что она вся раз вся намокла немножко сделаю ниже наверно чтобы вам видно было что я тут делаю видно будет нет не видно и опять не видно ну а дальше сяду будет не слышно тут не видно там не слышно так что выбирайте что лучше или видно или слышно ну я же вам показала уже какая тарелка вот еще помидорку помидорку еще порезала вот я собирала собирала потом села в беседку посидела шмяка там пришел улегся он же вот я стою на коленках на полотенце на этом собираю сгребаю нет им уж надо прийти и именно на полотенце возле меня вот уткнуться мне то под ноги то под попу вот ему надо уткнуться туда я говорю шмяк тут такие мурашки девчонки мурашек это какой-то кошмар у меня весь кусок он у меня в мурашках и где их не видно пока не тронешь вот эту вот траву которая насыпалась семена и растет где-то там из из дырочек стоит эту траву начинать вырывать все они поползли полетели вот и начинают по себе ползти по рукам по ногам еще не лезут как-то а вот именно что по рукам и потом на шею везде все я пока собирала я уже только стояла и обмахивалась а я же обмахивалась у меня двое перчаток одета я теперь найти как экономлю резиновые перчатки одеваю резиновую а наверх такую вот тряпочную внутри с липучкой вот хотя бы сохранились а так покупала они ж такие теперь дорогие раньше было две пары 2 рубля а теперь одна пара 2 рубля и не успеешь обязательно зацепишься за роза или еще за что-нибудь и все перчатки выбрасываю вон на рукам жарко рукам мокро короче короче убрала и все села беседки шмяк тут как тут на колени залез я говорю шмяка я сидеть не могу долго я немножко немножко посижу он посмотрел на меня и улегся на стол но я теперь ему уже разрешаю на столе лежать потому что все равно надо снимать эту эту тряпку со стола надо ее стирать а если мне надо будет если вдруг кто-то придет захотит захочет со мной там кофейку попить слушайте такое ощущение что у меня мурашка где-то по мне ползает но я же помылась я же помылась а дело чистое платье откуда она может быть там откуда она может быть там или это у меня уже как это одна галлюцинации вот сейчас опять посмотрела на все часы другие у меня часы тоже сняты остается только посмотреть на телефон не знаю даже сколько время два часа а кто-то там не писал с утра мы сыры переписывались она у меня что она у меня спросила ну что я поеду с ирой отдыхать мусту иры которую которую которым я вам рассказывала что как бы мы состыковались но потом я поняла что она все таки хочет 1 в номере а какая мне разница я что я с ней поеду и буду 1 в номере и она сама по себе это лишних 200 евро или 200 долларов мне это не надо не это не надо я сказала едь одна сыр потянулся прилип где-то вот я этот вопрос уже давно для себя решила что я не еду я не еду это что-то ну что-то не то девочки что санаторий в этом году я тоже не еду я не помню уже я рассказывала вам или нет я же все же позвонила вчера мне сказали вот выбирайте из этих четырех это меня и расспрашивала поэтому вот я сегодня все это рассказывала она говорит короче если хочешь в хорошем санаторий отдохнуть это надо платить полностью бабки вот допустим на рыч валя сказала что она 850 рублей заплатила за 10 дней но потом она еще покупала покупала массаж ну правда дешевый массаж 8 рублей всего лишь один я вот когда болела я по двадцать платила за каждый массаж так что мы так поговорили а потом я и говорю я решила решила постановила пока тепло сухо ни снега ни скользоты нету записаться на массаж у нас в поликлинике записаться на капельницы вот походить потому что когда мне тогда предлагали зимой я сказала нет тут была зима такая что чтобы выйти надо было сначала улицу прочистить у меня нет сил на это у меня хватало сил только прочистить каждый день свой свой двор а там надо было ждать когда эта машина проедет или люди пройдут протопчут потому что улицу то никто не хочет чистить каждый от своей норки прочистит немножко ну и на этом все в общем то мне тоже не очень этого хотелось но я подумала раз я не не еду не лечу не получаю удовольствия раз мне не дают санаторий тот который мне хотелось бы чтобы был ну более леперский тоже нельзя сказать что это вообще ах санаторий ну там хорошее озеро мелкое чистое и он близко час сорок и там ну вот а вот эти все остальные которые они все далеко с пересадками не хочу и посмотрела их все и потом пообщалась с людьми кто там был никто не в восторге ну действительно зачем нашим людям давать санатории которые так продаются хорошо потому что Валя говорила что в нарчи большинство россиян белорусов там нет потому что дорого потому что очень дорого вот так что вот так вот вот такие вот у меня девочки новости спагетти с сыром очень вкусно я как-то особенно это не практикую я больше люблю спагетти с кетчупом как и максюша или просто с маслом и с курочкой но сегодня я курицу не доставала потому что у меня в холодильнике колбаса сыр еще кроме этого моцареллы у меня пашихонский но тот в упаковке так что это не страшно думаю надо это доедать лаваш вспомнила как называется а я же для лаваша купила большую эту такую докторскую я только докторскую покупаю высший сорт куриную ну вот лаваша нету лаваш съела поэтому думаю надо колбаску эту пожарить она вкусная пообщалась немножко с вами об этом самом в интернете сейчас я вот это доем и кое-что вам прочту мне понравилось я тут пока макарошки мои варились я как он родительский дом родительский дом почитала а еще мне захотелось вы знаете что еще одну газету ну я не знаю какая это посмотрела на ютюб попалась мне тут случайно я вообще не смотрю эти каналы женщина выписывает какую-то тоже такую простую газету и там адреса и знакомится все время с мужчинами но она действительно знакомится и хочет познакомиться с человеком я не хочу но мне интересно почитать когда-то я тоже этим этой еду и страдала еще когда в кинотеатре работала я в то время была тоже между замужествами и вот так вот развлекалась тоже я знакомилась ну как я знакомилась через письма в то же время не было телефонов я не через письма нет ну да через письма я тогда была газета женская газета я написала туда там были вот такие объявления написала что хочу познакомиться для переписки я очень девочки любила письма писать я страшно любила писать письма ну вот ну и потом как-то ну я писала что из тюрьмы мне лучше не писать но писали писали когда-то я и познакомилась со своим третьим мужем он был снова полоска так все я доедаю вот он и такие письма писал они у меня есть я их собирала такие письма он был художник стихи писал сто штук по-моему он посвятил мне но некоторые умудрялись ко мне прийти я в газете для адреса писала в смысле для того чтобы присылали письма я писала адрес сижу а тогда а кто ж у меня Ленка наверное маленькая была или Аришка или уже честно уже запуталась уже в этом во всем запуталась в этом во времени в годах нет тогда я уже была бабушкой тогда уже родилась Аришка точно точно и Лена была на работе а я сидела так вот у меня тут вот из дома выходишь и лавочка стояла я сидела коляска возле меня стояла и тут приходит мужчина говорит привет привет смотрю не знаю я ведь фотографий никаких не видела ну и оказалось что он адрес увидел и тут же прибежал не поворачивается в арте помидорка вот и начал тут мне это рассказывать что он живет вместе с сестрой в одной квартире ну думаю все ясно все понятно что этому мужичку надо я говорю я не собираюсь ни с кем сходиться и вместе жить я говорю мне просто вот я говорю так вот я развлекаюсь мне интересно с человеком просто общаться не больше ну он расстроенный ушел сказал что ну напишите мне если захотите ладно девочки это ерунда все это ерунда хотя в то время было интересно было интересно сейчас бы я уже конечно вот такой таким бы не страдала но вот интересно почитать как люди там это самое ищут знакомиться но в моем возрасте мне уже совершенно не хочется этого сожительства замужества все хорошо в свое время одно дело если ты с человеком живешь давно с молодым ну я считаю что это еще вот как мы с Васей сошлись мне было сорок восемь наверное сколько мне было если двадцать шестьдесят девять отнять двадцать и до этого мы с ним знакомы были много лет вот пока он жил своей семьей пока он там потом развелся разошелся я слушайте поела горячего нос отпотел ну и простите пожалуйста не могу я я не могу соплей нет но он какой-то мокрый стал жарко мне опять стало жарко мне стало жарко горячего поела мне стало жарко девчонки какое хорошее платье замечательное вот это вот и розовое и два длинных которые у меня желтые и красные вот это вот ткань такая вот она тоненькая вот сразу видно что это вот сделано для жарких стран чудесное у меня сейчас прохладно я завешала окна закрыла форточки все пока солнце оттуда не уйдет ничего не открывать не буду чтоб легче было дышать вот ладно хватит хватит про мужчин хочу вот вам прочесть интересно понравилось мне тем более я очень люблю натуральные камни поэтому вот наверное мне это и понравилось носите украшения с гранатом украшения с камнями актуальны во все времена причем и в последнее время для того чтобы их надеть совсем не нужен тот самый особый случай теперь таким аксессуаром есть место и в повседневном образе кстати регулярное ношение камней приносит неоспоримую пользу для здоровья и поддержание тонуса организма например серьги бусы и кольца с гранатом ускоряют регенерацию клеток выводят шлаки успокаивают нервы нормализуют психологические фон улучшают работу желудка легких щитовидной железы и сердца как видите украшения с гранатом помогут не только создать неоспоримый образ подчеркнув вашу индивидуальность но и улучшат здоровье мне срочно захотелось кольцо с гранатом у меня есть браслетик но он такой тоненький тоненький я вам показывала как я получила с алиэкспресс тонюсенький тонюсенький этот браслетик я его переделала кстати он был на леске и застежка была такая вот такая вот надо было ее отодвигать и одной рукой это совершенно не получалось я мучилась мучилась потом я все же как-то у меня брала скрепку там это самое застегнула потом я не могла его расстегнуть короче я его думала думала и потом я его разорвала разорвала разобрала взяла резинку и стянула это все на резинку завязала завязала как в интернете научили там таким специальным узлом потому что когда я завязывала просто так на два узелочка вот тянула и она разъезжалась у меня это все есть у меня есть там разные скрепочки у меня я одно время очень любила заниматься вот этим я заказывала тоже покупала там камни заказывала на алиэкспресс заказывала еще где-то покупала и делала эти браслетики потом то одному то другому подарю нет чтобы поставить на поток и начинать что-то делать ну я особенно не училась там вот как есть канал какой-то они делают браслеты различные из разных камушек там подбирают по по годам по месяцам интересные конечно но цена но цена ох 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 если бы я любила вот это вот все вот все время носить как вот вышло так и одела то другое третье я может быть заказала себе такой браслет но так как я вот жарко мне это мешает а на шее мне вообще вчера Таню встретила а у нее такие такое колье колье такое камушки там зеленоватенькие светленькие какие-то это я не знаю что там за камни были я неудобно было мне вот так вот уставить на шее и смотреть я только посмотрела сделала ей комплимент что замечательное у нее колье очень красиво вот кстати Таня мне как-то дарила тоже бусы с агата я ведь агата обожаю ну я не только агат люблю я люблю агат я люблю розовый кварц я люблю сердолик ну и теперь я люблю гранат а еще я люблю цитрин потому что он деньги по приносит никуда он не приносит я в общем то в это не верю что если вы будете носить цитрин на пальце венока но но одеть очень хочется я его часто одеваю летом часто одеваю мне нравится мои колечки вот эти которые у меня здесь бисер сделано не железо никакое а сверху вот эти вот маленькие натуральные камушки естественно уже покупала я это на алиэкспресс и я думаю что подделывать там уже какие-то пластмассы уже ради вот этого не будут потому что вот эти маленькие кусочки это вот остается от чего-то вот это собирают очень мне нравится у меня есть агат есть жадаид и есть цитрин вот три сейчас мне очень хочется этот самый гранат что-то очень захотелось надо наверное посмотреть пойду включить компьютер и посмотрю сколько же стоит сейчас говорят на алиэкспресс тоже какие-то надбавки там уже идут чтобы заказать что-то давно ничего не заказывал а заказывала пару раз резиночки на волосы потому что хвосты ношу не нужны а у нас была точка на базаре а света моя ушла и это нюша это у которой вот эта точка ушла и еще в общем все девчонки которые дружили вместе и все все по уходили уже с рынка уже не помню когда вот по рынку вот так вот просто ходила и с кем-то так болтала все новые все новые все незнакомые все девочки я поела чай мой остыл с вами поболтала вы на меня с новой прической посмотрели как я вам такая как то вот что-то не хватает челки нет такое ощущение что как голая никогда не носила вот такая вот носила когда было еще там в младших классах девчоночка маленькая а потом все время как то было у меня челка так вот брови надо покрасить правда надоело мне их рисовать но так нарисую челку закрыла и как бы то все нормально потому что там нечего практически рисовать если только уже делать основательные такие но я как посмотрю как Люда делает эти основательные что-то так они далеко видны я боюсь таких бровей вот тут буду это самое массажистку опять массажистку эту маникюршу мою попросить чтоб она мне сделала педикюр дома мне хорошо и ей хорошо мне то что это меньше стоит а ей то что это заработок вот и попрошу чтоб она мне брови нарисовала покрасила не нарисовала а покрасила это я всегда когда раньше прихожу в парикмахерскую педикюр сделаю говорю Людочка нарисуйте бровки домиком вот ага сначала все выдрали а теперь нарисуйте домиком где взять где взять брови так только подрисует но они быстро быстро вот эти узенькие полосочки очень быстро это самое я ж их выдергивала они ж у меня были широкие я ж их выдергивала со страшной сервы ну теперь хотелось бы чтоб выросли а ничего нету все пока мои родные можем смотреть об и позиции тюрьму